В Столарис игроки обычно не знают базовых параметров корабля и используют кнопку автозаполнения проекта. Да, автопроект в большинстве случаев подойдет, однако, если ты хочешь стать лучшим адмиралом в галактике и наказывать жалких ксеносов, нужно собрать проект корабля получше. Приветствую в моей скромной академии знаний по стратегии, тактике и РПГ. Я, сэр Верти ваш коуч и сегодня видео будет про конструктор судов, базовые параметры корабля и на что они влияют. Присаживайся поудобнее, подготовка начинается. Для навигации по видео загляни в описание. Для начала зайдем в конструктор судов. Слева отображается список готовых проектов, по умолчанию там всегда будут автопроекты кораблей, если только не отключить эту функцию. Сверху слева можно начать создание своего проекта корабля, где будут показаны все доступные классы кораблей и оборонительные станции. После этого нужно выбрать секцию. Каждый корабль или станция сделана из нескольких секций. Пока все секции не будут выбраны, дизайн корабля сохранить нельзя. Все секции одного типа, например, носовая часть корабля, имеют одинаковое количество ячеек для систем с разным видом вооружения. Однако часть оружия недоступна определенным классам кораблей. Например, эсминец не может использовать ракеты и штурмовики. Ты всегда можешь исправить это, установив дополнительные моды из мастерской. Про проекты кораблей я расскажу более детально в другом видео. Теперь посмотрим на параметры корабля. Первый и самый важный параметр это очки корпуса. Каждый класс корабля имеет различную крепкость корпуса и когда очки корпуса достигают нуля, корабль будет уничтожен. Более того, чем меньше здоровье у корабля, тем ниже его урон и скорость перемещения. Чтобы увеличить эти очки, ты должен провести специальное исследование или добавить обшивку с внедрением кристаллов. Следующий параметр это броня и щиты, которые можно рассматривать как дополнительный индикатор здоровья. Корабль не имеет базовой брони или щитов. Добавив защитный компонент, ты можешь увеличить это значение. Щиты являются первым барьером, защищая твой корабль от получения повреждения. Щиты автоматически перезаряжаются после выхода из боя и эффективны против энергетического оружия. В то же время щиты слабые против кинетического и ракетного вооружения. Если щиты отключены или игнорированы, броня будет пытаться не дать корпусу получить повреждения от кинетического или ракетного вооружения, однако не сможет защитить корабль от энергетического оружия. Восстанавливаться броня и корпус будет только в том случае, если у тебя есть определенная черта лидера, компонент корабля или гражданская модель. В ином случае, тебе нужно провести ремонт кораблей на звездной базе. Единственное оружие, которое наносит прямой урон корпусу, игнорируя щиты и броню, это дезинтеграторы, аркомиттеры и облачная молния. Интересный факт, что механика регенерации щитов и брони будет применяться к кораблям, которые не получают повреждения во время сражения в течении примерно 7-8 секунд. Однако, все эти средства защиты могут не понадобиться, если твои корабли имеют оружие дальнего действия. Условный бой начинается при первой активации самого дальнего оружия и каждый корабль по обе стороны будет стараться выйти на расстояние выстрела. В этом им поможет сверхсветовая скорость, которая к слову помогает перемещаться по звездным системам и ни на что не влияет более. У каждого класса корабля своя базовая скорость, которую можно увеличить, поменяв двигатель и установив дополнительные форсажные камеры в уникальный слот. Пока корабли сближаются, большие пушки как кинетическая батарея и нейтронная пусковая установка или большего размера как X орудия будут стрелять по врагу с расстояния установленным боевым компьютером, а это бой на максимальной дистанции или прямой контакт. Однако, сможет ли попасть в свое орудие по врагу? Одно дело стрелять по большому крейсеру, а другое попасть в маленький увертливый корвет. Следующие три параметра определяют шанс оружия попасть в цель, точность, обнаружение и уклонение. Базовый параметр уклонения позволяет кораблю избежать повреждения. Вот базовое значение уклонения для каждого класса корабля. Как видите, у мелких кораблей он выше, чем у линкора или титана. Для увеличения базового уклонения нужно поставить усовершенствованный двигатель и боевой компьютер. Дополнительно, уклонение усиливается навыком адмирала, глобальными модификаторами империи или установленными компонентами в уникальный слот. Однако, уклонение не может превышать 90%. Для противодействия нужно использовать обнаружение, которое будет определять способность оружия предугадывать маневры противника. Иными словами, это контрмера против уклонения. Большое вооружение имеет низкие показатели обнаружения, в то время, как средние и мелкие пушки имеют выше шанс отследить мелкие корабли. Кроме размера оружия, на обнаружение влияют более продвинутые боевые компьютеры и сенсоры. Кстати, радиус сенсоров позволяет обнаружить корабли в соседних системах и сканировать их снаряжение. Однако, сканировать можно другие империи. Что-нибудь чужеродное не поддается сканированию. После обнаружения врага осталось в него попасть точным выстрелом. Как и в случае с обнаружением, мелкое вооружение имеет более высокую точность. Для увеличения точности нужно выбрать соответствующий боевой компьютер или установить вспомогательное управление огнем. Для суммирования всей этой информацией даю формулу шансов попадания. Шанс попадания оружия 90%, минус оставшееся уклонение после обнаружения. В нашем случае 60% уклонения, минус 50% обнаружения. Итого 80% шанс попасть по врагу. Однако, неважно насколько продвинуты твои лазеры, сенсоры или энергетический щит, все это не имеет значения без хорошего реактора. Высокая мощность реактора позволяет устанавливать более продвинутые системы и увеличивать их количество. При этом, каждые 10% избыточной энергии будут усиливать уклонение, скорость корабля и урон орудий на 1%. А вот при нехватке мощности, дизайн корабля нельзя сохранить. Корабль вооружен, снабжен энергией, осталось его построить. Для постройки корабля потребуется модуль верфь на звездной базе, а для быстрого строительства флотилии мегаверфь. Каждый класс корабля имеет фиксированное значение скорости и стоимости строительства. Чтобы ускорить строительство и уменьшить стоимость, нужно исследовать более продвинутые технологии судостроительства определенных классов кораблей, нанять губернатора с признаком отставной офицер флота или принять традицию мастера судостроителей. Кроме этого, на цену корабля влияют установленные компоненты, а более продвинутые компоненты требуют редкие ресурсы. Однако на этом твои траты не уменьшаются. Каждый корабль требует ежемесячное снабжение энергии и сплавами. Чем более сложные компоненты, тем дороже снабжение. Гражданские корабли будут автоматически улучшаться и требовать только энергию, в то время как боевые корабли нужно улучшать вручную. При отсутствии снабжения, защита и боевая готовность кораблей снизится. Интересный факт, гипердвигатель, двигатель, сенсоры и бортовой компьютер не влияют на ежемесячное содержание. Последняя характеристика корабля, которая осталась, это опыт. Да-да, у кораблей есть опыт, ты не знал? Выбери корабль и посмотри сведения о корабле. Существует 4 ранга кораблей. Регулярная армия, начальный опыт, никаких бонусов. Опытный, плюс 10% к урону орудий. Ветеран, плюс 20% к урону орудий, плюс 5% к крепкости корпуса и увороту. Элита, плюс 40% к урону орудий, плюс 10% к крепкости корпуса и увороту. Самый простой способ получать опыт, это построить модуль звездной базы Академия Космофлота, или вступить в военный альянс. Остальной опыт корабль будет получать за нахождение в бою, или точнее количество дней в бою. Уничтожение врагов или наносимый урон не учитывается. Поэтому ранг элиты недостижим нормальным способом. 10 тысяч дней в бою, это серьезное испытание. Небольшой лайфхак. Построй корабли без оружия с крепкими щитами и вступай в бой с космическими китами. Обузь эту механику со своими друзьями. Построй большой флот без оружия и воюйте, накапливайте опыт. Если это видео оказалось полезным, не забудь поставить лайк и поделиться с друзьями. Возникли вопросы, пишите в комментариях. Желающие поддержать, прошу заглянуть на патреон. Ну а разобраться со всей этой информацией, я вам оставляю желать лучшего. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин